Документы есть, а статус солдата остался пропавшим без вести. Но, согласно этих документам, все эти воины погибли в концлагерях немецких фашистов. Спустя 75 лет со дня Великой Победы осталось множество вопросов и мало ответов. Но теперь, благодаря новому проекту, оказалось возможным найти не только документы пропавшего без вести родственника, но и его место захоронения. Российские школьники, в том числе юно-армейцы, ведут работу по восстановлению памяти и имен погибших узников фашистских концлагерей. Но все это зашифровано в этих документах внутри. По последним данным, абхазскими волонтерами найдены документы и места захоронения 170 солдат со статусом без вести пропавшей. Уже найдено две семьи, которым будут переданы карточки солдат. В Сочи состоялась торжественная передача документов представителям администрации Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский принял в дар от народа Республики Абхазия карточки сочинских военнопленных. 170 миллионов тех людей, которые пропали в местности фашистских лагерях. Эта работа проделана. И теперь мы это все передаем в российский фонд. Наш вольный интернационалист, который проведет серьезную работу с семьями. И они сделают так, чтобы в нашей истории станет меньше белых пятен. Этот документ Великой Отечественной войны – часть истории. Теперь воспитанники сочинского фонда «Воин-интернационалист» в поиске семей без вести пропавших солдат. Среди сочинских юнормейцев одна из учениц уже смогла найти карточки своего родственника. Одна из моих воспитанниц, которая занимается поиском, нашла своего родственника благодаря этому поиску. То есть у нас уже есть один боец, которого мы нашли. В карточках указана дата рождения пленного, семейное положение, имена детей, отпечаток пальца, дата и даже время смерти. Наличие тех или иных данных зависит от того, где именно находился пленный. В каждом концлагере была своя система сбора информации о бузниках. Оказывается, есть очень малоизвестные сайты, на которых опубликована информация. Просто для того, чтобы ее оттуда вытащить, необходимы определенные знания. И когда мы стали более кропотливо в этом отношении работать, мы нашли. И я думаю, что на Сочи мы не остановимся, потому что здесь есть люди, которые приехали с разных городов. И я думаю, что им тоже будет интересно найти своего родственника в другом городе. Работа над поиском документов абхазскими добровольцами длится уже 4 года. Теперь помощь оказывают и сочинские активисты. Кроме того, что мы готовили эти документы, мы уже занимались поисками. И здесь сегодня находится, например, уже установлена судьба солдата, который проживал в Варлерском районе по фамилии Чумбукря. Дальше речь идет о семье Варальджан. И вот так дальше эта география поисков будет расширяться. В дальнейшем планируется развивать проект не только в пределах Сочи и Абхазии, но и по всей России и за ее пределами.